Это небольшое семейное сельхозпредприятие существует уже более 60 лет. И в этом году их угодья расширились на 23 гектара. Землю фермеры взяли в долгосрочную аренду у Адерского чайсовхоза. Теперь на месте заброшенных плантаций десятки теплиц с огурцами, помидорами, баклажанами и капустой. А рядом деревья инжира, фехуа и хормы. Своевладения хозяева города показывают гостю – председателю ЗАГС собрания края. Работа кипит, но масштабы маловаты, сетует Владимир Бикетов. Предпринимателям он напомнил про краевые дотации на строительство теплиц. 200 тысяч человек одномоментно проезжают гостей. 200 тысяч. Если каждый из них съедает в день по полкилограмма овощей, то это нужно 100 тонн овощей каждый день отдать. Понимаете? А их нужно вырастить, эти 100 тонн. Следующий пункт объезда – совхоз «Восход». У здешних аграриев большие планы. Получили уже предварительное согласие администрации на то, чтобы проектировать и строить тепличный комплекс. И администрация нам дала официальное разрешение на строительство. То есть полноценное, нормальное разрешение на капитальное строительство полностью в комплекс. Но для того, чтобы дальше начать двигаться, необходимо разрешение собственного. Хозяин земли – рос имущество. Для изучения проблемы и решения вопроса уже на будущей неделе соберется специальная рабочая группа. От теплицы питомников перешли к плантациям. Члены делегации увидели, как растет чай на Мацесте. А после им провели экскурсию по фабрике. За счет того, что он не подогревается, чай проходит и в сетках. И на эти ванитовые барабаны приседает вся пыль, черешок и все-все-все остальное. Мацеста-чай – предприятие, которое ставят в пример другим сочинским чаеводам. Здесь не только держат марку, но и стремятся расширить производство. Плантации такие, какие они должны быть. Вот как их рисуют на картинах, вот такие же плантации мы видим. Я тоже понимаю, что не все 100% в таком положении. Мы не против тех хозяйств, которые реально раньше занимались чаем. Реально они как бы себя и сегодня настаивают на том, что они будут заниматься. Занимайтесь. Главное, чтобы не сидели как собака на сене. Проблему заброшенных чайных плантаций продолжили обсуждать и на встрече Владимира Бекетова с активом города. Председатель ЗАГС Собрания напомнил, в 2015 году на развитие чаеводства в краевом бюджете были предусмотрены средства, но и те не были востребованы сочинскими чаеводами в полной мере. На встрече обсуждали не только вопросы сельского хозяйства, но и другие, например, строительство новой дороги Джубга-Сочи. Это, конечно, очень дорогостоящий проект. Но я думаю, что с учетом тех новаций, которые сегодня вводятся по формированию Дорожного фонда Российской Федерации, у нас будут все основания, чтобы эта дорога была профинансирована. Удешевить проект, уверен Алексей Воевода, можно, проложив дорогу не от Джубги, а из Адыгеи. Лаганаки. Там, в принципе, билась дорога, я там был. Достаточно комфортная дорога, четверхолосная. Так что, думаю, будет очень интересный проект. Работать нужно и над увеличением поступлений в городской бюджет. Развивать город предлагают с помощью агротуризма, тем более, что есть все условия. Поработать предстоит еще и над лицом Сочи. Серьезные протесты вызывает хаотичная застройка. Сейчас она приостановлена, но за это время успели наворотить, понастроить. В том числе, долгострои возникли в городе и так далее. Значит, это все должно быть в правовом плане решено, без скандалов, которые вообще вредны курорту. Все вопросы, заданные на встрече с городскими активистами, Владимир Бекетов взял под личный контроль. И не будет преувеличением сказать, что итоги этого общения определяют долгосрочную стратегию развития Сочи.